Ребят, всем привет! Вы на канале Автостиль Арзамас. Рад всех видеть по ту сторону экрана. Сегодня у нас не совсем обычный обзор аудиосистемы. Вернее, обзор обычный, но аудиосистема необычная. Почему? Потому что она частично была выиграна владельцем. Владелец приехал на установку, добавили аудиосистему. Итак, мы выбрали победителя розыгрыш аудиосистемы при поддержке Oris Electronics. Помните, у нас летом где-то было видео, в котором мы обозрели новинки от компании Oris и разыграли аудиосистему. Что получается по итогу? Твиттеры FT25, FT165W, моноблок PDA800.1 и FT12, это 12-дюймовый сабвуфер, были, так скажем, на кону. Владелец приехал, добавили немножко к опыте, добавили четырехканальный усилитель в аудиосистему. Дмитрий, можно нам? ПХ-150.4. И на фронт, в передние двери, добавили акустику GB65S. Чтобы это все дело заиграло, нужна проводка. Условием было такое, что проводку и работу владелец оплачивает. И добавили комплексную виброшумоизоляцию. У нас сегодня на обзоре автомобиль Skoda Yeti. Владелец пригнал его из столицы. И еще больше вам открою секрет. Мы ведь совсем недавно с владельцем встречались на Анталийском побережье, да? Где-то в рыбном ресторане на побережье моря. Так, ребят, поехали. Вот непосредственно герой или героиня. Это Skoda Yeti нашего обзора. Штатные динамики выглядят вот так. Здесь видите, вот этот волновод он называется. Для того, чтобы звуковая волна не уходила под обшивку. В передних дверях тоже установлено вот так вот. Специфично на тех годах Вагов и Volkswagen и Skoda. Больше в Skoda стояли динамики именно вот в той части, нежели вот как мы привыкли видеть. У владельца под сидением стоял штатный сабвуфер. И в принципе, он говорит, после установки вот этого активного сабвуфера под сидение, это JBL, было удовольствие от прослушивания. Но потом как-то пришло понимание, что все-таки этого мало. И основной вопрос, будет все-таки лучше после замены штатки на другую аудиосистему? Как вот вы думаете? Да однозначно будет лучше, ребят. Однозначно. Мы согласовали и решили, что усилитель поставим вот сюда, вот правее запасного колеса. Сделаем фальшпанель. Сделаем этажерку для двух усилителей. Здесь установлен электрический глушитель. То есть, здесь можно сделать, как сказал владелец, звук BMW, звук Ferrari. А приоры можно здесь сделать? Дин, не знаю. Приоры или мотороллера муравей можно здесь сделать, Антон? Ну и на данном этапе мы разбираем салон и будем делать шумоизоляцию, на которой я заострю немножко внимание. Красный считаешь сам дорогой, да? Нет, красный, они на самом деле примерно одинаковые все, Алексей Иванович. Я не помню точно, но красный боится влаги. Его мы будем положить там, где нет воды. Куда? Значит, получается, что мы вообще вот эту лаву не будем использовать в урагане? Используй, что хочешь. Ну ладно, ладно, давайте я тебе просто расскажу. Просто расскажу, какой материал мы будем клеить. Вот смотри, вот есть шумоизоляция бюджетная, да? Вот серая, барьер четверка, барьер 4КС. А есть вот такой, сэндвич называется, с таким многообещающим названием магма. Видишь, там вот есть верхний слой, нижний слой, липкий слой и сердцевинка. Там почти такой же состав. Ну вот он лучше, да? Если честно, я ни хуя в этом не понимаю. Ну это я понял. Я просто и хочу, так скажем, диалогом, зрителям показать, чем материал-то отличается. Вот он клеится на пол. Вот плазма тоже клеится на пол. А в бюджетном варианте вот этот. Ну это такой он, да? Нормальный. Нормальный. Ну этот лучше. Вот. А лава, он клеится там на моторную перегородку, на пол, где нету влаги. Это на багажнике. А вот такой. Какой? У меня есть сейчас лицо. Вот такой. Который ты в печку бросаешь? Нет, я не бросаю печку. Это сильвер. Сильвер Сталлона, ты его называл? А, ну да. Это виброизоляция. Он клеится первым слоем. На металл, на обезжиренный. Ну вот в данном случае мы будем его клеить, по-моему, только на потолок. А есть еще голд, он потолще. Двух миллиметровый, есть трех миллиметровый. Пойдем покажу. Вот такой. Он вот, ну, цыганям больше будет по душе, потому что он зон отобрат, видишь? Рыжье. Вот. Есть вот такой, это профи. СТП профи плюс. Он еще толще, и у него свойства, так скажем, вибродемпфирующие лучше. Коэффициент механических потерь у него выше. Ну, пизжи, другими словами, Алексей Иванович. Пизжи. А вот прокладочный материал. Ну вот между пластиком и металлом, там, ну, чтобы не скрипело, между пластиком и панелью. Бетапласт он называется. Есть полосочки. Вот, если чтобы телефон тебя не кошмарил, можешь вот так вот замотать. Вообще не слышно. А этот, вот еще волняшка. Видишь, пирамидка. Это клеится на пластик, чтобы не скрипело. На потолок клеится. Ну, такой, прям нежный, да? Да. Там, прям, щекой прям на него лечь и спать можно. Вот, собственно, вот эти все материалы будем использовать. Ну, на крышу в итоге, что мы клеим? Я не знаю. Что пизжи, да? Что? Что охуеть? Что за слово пизжи? Ну, наш русский язык очень такой богатый. Пизжи, как нахуй. Не зашло? Ну, сейчас зашло, конечно. Ну, это существительные или прилагательные? А я вот и сам не пойму. Надо все еще спросить. Она у меня преподаватель русского языка. Над этот вопрос ребром, да, скажу, мам. Она все накроет все у него, скажет. Ты чего? Не, она очень, она очень, это... Тактичная. Тактичная, она... Ну, она не ответная, наверное. Да мне будет, конечно, встречать, скажет. Затек, ты чего, дорогой? Вальты поехали, да? А может, местоимение? Здесь при частном обороте. Ну, уж не глагол. Ну, не глагол точно. Ну, что? В Шкоду все будем клеить, да? Да. А в Урагане отвалится, ты его топишь, наверное, регулярно? Ничего себе. Или сейчас уже не топишь? Прошло то время? А что такое топишь? В болоте на каком-нибудь там, или на речке. Я его никогда не топил. По бездорожью не гонял? Не гонял, но я никогда не топил. Не? А то у нас многие приезжают, там, динамики затоплены, веселки и все. Не, не, да, не. Я что, ебанутый? Что у меня, блядь? Значит, не амфибий, нахуй. Задей, сам болот, блядь, нахуй. Никогда, ни разу, блядь. Ну и же вездеход. Ну и что уже? Ребята, здравствуйте. Второй день работы. У нас сегодня параллельно в работе Киа Церата из славного города Магнитогорск. Каким чудом она у нас оказалась? Вопросы часто вы задаете, на которые я не нахожу ответ. То есть, ну, владелец увидел видео в YouTube, позвонил, договорились, увиделись. Итак, самое то время показать практически готовый результат. К сожалению, а может быть и к счастью, я вам не показываю вот эти вот, что, какими слоями клеится, да? Фотоотчет на эту машину вы можете посмотреть в нашей группе ВК. Мы их периодически выкладываем, периодически обновляем. Пол проклеен в два слоя. Багажник проклеен в два слоя. Здесь мы видим магму. Здесь мы видим в процессе изготовления установки этажерки под усилители. Дима сейчас это все дело коммутирует. Но у меня зато замечательная возможность показать, как делаются двери. Первый слой виброизоляции. Второй слой плазма. Третий слой сильвер. Вот Алексею Ивановичу очень нравится сильвер материал. О, и как раз первый слой голд. Регулятор мы вывели вот сюда. По пожеланию владельца согласовали. Старый регулятор болтался вот здесь. Короче, как тут он вот здесь болтался. И что хочется сказать. У нас сейчас возник вопрос. Магма, плазма, лава. Стали вспоминать уроки какой-то географии. По-моему, по географии все это изучалось. Природоведение. В седьмом классе уже, по-моему, нет природоведения. Короче, лава это понятно, да? Это раскаленная вот эта вот жидкая вот эта вот консистенция, которая вылетает из вулкана. Магма это затвердевшая лава, да? Под коркой, которая находится. Под коркой. Ребят, освежитесь, пожалуйста, в памяти. И напишите то, что вы знаете про магму, лаву и плазму в комментариях. Ну, а мы продолжаем. В задних вибро-шумоизолированных дверях установлены медбасы. Здесь, в штатном месте, установлены твиттеры. В передних дверях аналогично. Как клеим обшивку мы вам показывали уже неоднократно. Как мы ее клеим. Все, в принципе, подробно показывали. Виброизоляция. Потом идет шумоизоляционный вот этот материал. Пирамидка. Волняшка. И по периметру клеим. Бетапласт 5 мм. В правой нише, правее от запаски, у нас расположились два усилителя. Один снизу. Второй сверху. Здесь у нас четырехканальник. Он работает у нас на фронт и на тыл. Правее установлен преобразователь. Для подключения к штатной магнитоле. Системой также продолжает управлять главное устройство, которое было установлено с завода. Здесь мы видим шелковую пищалочку. Здесь потом все дело защелкнется и будет красиво. Вот так вот это все выглядит. Ребят, мы сейчас собираем автомобиль, настраиваем и включаем прослушку. Под капотом у нас остался штатный аккумулятор. От него у нас идет силовой провод, который защищен предохранителем. Все безопасно. Минусовая клемма затянута. Можно закрывать капот. И через несколько минуточек нажимаем паузу и кайфуем. Ребята, ну сижу сейчас в машине. Смотрите, какой выход. Как будто 4,6, да? Или 63. Дверки закрываем. Да, в салоне стало реально тише. Слышно небольшой механический, так скажем, холостой шум. Ну давайте начинаем прослушку. Я хочу передать привет, пожать руку Максиму 3. Максим совсем недавно мне скинул, говорит, Диман, смотри, какую-то песню. Я говорю, Максим, она уже месяц у меня в аудиозаписях. Так что вот этот ремикс послушаем вместе. У нас получилась лайтовая система. У нас получилась система, которая ласкает душа. Она не зверогромкая, но она очень-очень музыкальная. Поэтому такой вот... Штатный, здесь у нас установлены твиттеры, здесь медбассы. Здесь вы видели, да? Номер тоже проклеили. Песня лайтовая, поэтому хода у сабвуфера вот такого нет. Он тоже по лайту ходит. Регулятор баса у нас установлен вот здесь. Такой легкий саксофон, легкий вокал. И трек, который просто хорошо и приятно ложится на уши. Я думаю, с прослушкой у нас на этом все. Мы сейчас снимаем заключительную часть. Сейчас спросим у владельца. Общее впечатление. Полочка. Все закрывается, все встает. Я сейчас вместе с вами, у владельца. Его зовут Антон. Спросим просто в двух словах свои, так скажем, эмоции. Очень круто. Одним словом охрененно. Простите. Спасибо большое. Спасибо, Антон, что нашел время. Ну, а мы, в свою очередь, рады стараться. Никогда не выигрывал ничего. Вот такое вот. В детстве 500 рублей. Вы эти авантюры не ввязывался, да? Я хочу сказать спасибо за вкусные конфетки. И за доверие своего автомобиля. А по шумоизоляции-то еще это. А, я, кстати, да. Здесь же дверь в пять слоев. Клеенная крыша в два. Пол в два. Ну, я думаю, это после езды и... Кстати, сейчас поезд по трассе, и я думаю, я оценил все. Да. Здесь масштаб переделки. Как домой доберешься? Напиши, пожалуйста, в WhatsApp, что как, да? Да, конечно. И замерзайку, и все эти. Ребят, ну, а я с вами прощаюсь. Я с вами прощаюсь ненадолго. Кому мало видео, переходите на второй канал, называется D.V. Каждый день мы там выкладываем видосы, обзоры, позитивные и интересные моменты из нашей работы. Бюджет подобной аудиосистемы у нас полной аудиосистемы составит примерно где-то, я думаю, в районе 50 тысяч рублей. Более точно вы можете позвонить нам, набрать, спросить, считайте мне такую систему, как вы делали в ту Шкоду или в ту Киа или в ту Церата, да? Как у нас бывает часто, вы часто звоните, спрашиваете. Мы, конечно же, стараемся, помните машины, но очень популярные какие-то Рапиды, Солярисы или те же Киа Рио, мы их собираем очень-очень-очень много. Спасибо вам за доверие, спасибо, что вы с нами. Двигайтесь с музыкой, быть добрым. Всем пока, двигайтесь с музыкой. Всем пока, двигайтесь с музыкой. Всем пока, ВВ музыка. Бухаешь. Да, опять, вообще красивый шапчик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...